МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я имею, что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Высказать, не высказать, сказать... Добрый день. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете радионародная волна на частоте 14.30 М, 99.1 ФМ. На нашем веб-сайте radio-nvc.com и на нашем YouTube-канале. И сегодня мы вдвоем на народной трибуне. Со мной очаровательная Инна Сергеевна. Здравствуйте. Добрый день, вечер, утро. Все правильно, потому что география довольно широкая. И неизвестно, где находятся наши слушатели и зрители. Посему добрый вечер, утро и день. У кого как? Так. Ну, прежде чем мы поговорим о том, как цивилизация сдается варварам, именно так. Давайте-ка вы расскажите нам, что происходит у вас там. Ну, буквально чуть-чуть. У нас много происходит разных странных событий. Во-первых, у нас делает вид, что закончился коронавирус каким-то мистическим образом. Поскольку царь все-таки решил, что 1 июля у нас будет голосование к поправкам Конституции, то, естественно, сразу же, немедленно были отменены все карантинные меры практически. Несмотря на то, что до сих пор закрыты рестораны, салоны красоты и туристические фирмы. Но, по большому счету, как-то из медийного пространства начисто исчезла тема COVID-19. Если до этого были такие пугающие, устрашающие истории. Если все рассказывали о том, что Илон Маск упырь, который предлагает открыть заводы, проклятый гнусный капиталист, который хочет смерти людей. То вдруг стало как-то очевидно, что, может быть, он не так и страшен. Люди стали появляться без масок. Ну, то есть, какое-то такое глобальное послабление в период. Все-таки грядет военный парад. Правда, для меня большая загадка, почему они решили его делать 24 июня. Ну, какая-то, может быть, закрытая тайная организация, где прихвостни путинские специальные астрологи, торологи, нумерологи вычерчивали какую-то сакральную дату. Но это все похоже на такое специальное маппет-шоу. И это пелевенщина, замешанная с каким-то лютым сюрреализмом. Потому что часть людей уже одурев на карантине. И так сошла с ума планомерно. Потому что я считаю, что два месяца таких издержек, конечно, уничтожили психику людей практически полностью. И в том числе и это будет причиной того, о чем мы сейчас будем говорить. Всех этих погромов, всех этих жутких событий. Потому что накопленная агрессия, это совершенно чудовищные, например, цифры по домашнему насилию. Когда супружеские пары начали драться друг с другом, выяснять отношения, не имея возможности ни сходить на работу, ни удовлетворить какие-то свои физиологические потребности, если у кого-то были адюльтеры, никто не ходил в спортзал и не гулял в парках. Конечно, ситуация стала патовой. Я уверена, что будет еще всплеск самых разных заболеваний, которые пока не регистрируют. То есть люди находятся в такой легкой прострации и в лайтовой агрессии. Она у кого-то бессознательная, у кого-то открытая, у кого-то скрытая. Но то, что будет социальный взрыв, просто он растянутый во времени, и неясно, будет ли это в конце августа или в конце осени, я считаю, что это вопрос предрешенный. И что послужит детонатором, тоже не очень понятно. Будет ли это какой-то задержанный и одиночный пикетчик. У нас сейчас, допустим, задерживают журналистов, выходят ребята, которые протестуют, в том числе и против поправок Конституции. И если раньше власть относилась как-то очень толерантно к одиночным пикетам, то теперь она начинает, что называется в простонародье, жестить и забирать даже одиночных пикетчиков, за которых тут же вступаются еще одни журналисты. И это имеет некую цепную реакцию. И власть, как такая тупая, оголтелая машина, продолжает закапывать и захоранивать себя какими-то совершенно бессмысленными действиями. Я думаю, что они в конце концов нарвутся на какой-то очень странный и непредсказуемый бунт. Вот это будет самое дикое, к сожалению. Спасибо. Ну что ж, теперь, наверное, поговорим о том, что происходит у нас. Да, кстати, я хотел сразу внести ясность, поскольку мы обмолвились парой фраз сегодня утром. И вы сказали, что Илон Маск высказался по поводу того, что... Амазон. Амазон, да-да-да-да-да, Амазон, что как бы следует его разделить, разбить. Поводом к этому послужило одно интересное событие. Бывший корреспондент, репортер, вернее, Нью-Йорк Таймс, зовут его Алекс Беренсон, он написал очередную книгу о COVID-19. Ну, так сказать, интересная книга. Да, и она была цензуре подвергнута. Да, и Амазон, так сказать, препятствовал изданию этой книги. Собственно, это и послужило поводом высказывания Маска по этому поводу. То есть не то, чтобы он действительно был против капитализма, хотя бы у нас в США существует закон антитраст или еще какой-то закон, который контролирует, вот что называются эти отношения. Хорошо. То, что происходит у нас сейчас. Взгляд со стороны. Хотя, наверное, это не наша местная, так сказать, трагедия или люди, которые принимают участие в этих погромах, в частности Антифа, выясняется, это такое международное движение на самом деле. Это не только здесь. Это происходит в Англии, во Франции, в Ирландии попытались. В общем, так что оказывается, это не местная террористическая организация, коей мы ее представляли до сих пор, а это такая международная террористическая организация. Давайте ваш взгляд на то, что происходит уже, если... А то меня в прошлый раз обвинили и по заслугам, что я не дал вам говорить. Нет, у нас просто настолько противоречивые сведения, все это преподносится так по-разному. Мы с отцом улыбались, я приехала к нему в гости, и у него из кухни доносятся такие отголоски, загробный голос какого-то диктора вещает, что проклятые полицейские винтят мирных демонстрантов. Я думаю, о боже мой, неужели в России стали говорить правду? И потом идет такая приписка. В Америке! Ну то есть опять везде в Америке плохо, опять в Америке все отвратительно. Российские телеканалы это преподают, преподносят и как слабость Трампа, и как невозможность Америки разрулить собственные проблемы. То есть настолько все переворачивается, перевирается, я перестала доверять вообще каким-либо исходникам. И я, конечно, хотела бы послушать непосредственно людей, живущих внутри этой ситуации, видящих ее на протяжении многих лет. Потому что для меня очевидно, что конфликт между белыми людьми и черными людьми, он назревал еще много десятилетий назад. И для меня большая загадка, почему никто из политиков как-то серьезно не включился в эту историю. Для меня первая такая ласточка от того, что будет очередной взрыв, она была, вот я сегодня говорила с Юлией до эфира, она случилась в плоскости шоу-бизнеса. Это достаточно забавная, но очень характерная история. У Илона Маска есть прекрасная женщина, с которой они родили ребенка, певица Граймс. Граймс пригласила для коллаборации чудесную рэпершу Азилия Бэнкс. Есть такая очень темпераментная, яркая, сексуальная леди, бывшая стриптизерша. И Азилия Бэнкс, приехав к Илону Маску, что-то не понравилось барышням. Возможно, они повздорили на какой-то непонятной почве. И она начала писать у себя в Твиттере скабрюзанности следующего толка, что это какой-то белый омега-самец, то ли дело наши афроамериканские горячие парубки, а этот какой-то с жабьими глазами, ничтожество с пересаженными волосами. То есть там был не то, что расизм, а такой расизм в Кубе, только в обратную сторону. И когда всплыло несколько характерных историй с этой же чудесной стриптизершей, горячей рэпершей, когда Рассел Кроу приглашал ее на вечеринку тоже выступить для гостей, и дама устроила фактически дебош и побои, и кричала, что ее чуть ли не принуждали к сексу, что был харассмент, что Рассел Кроу упырь, и ничтожество белое, которое насиловало, грабило и убивало черных людей, попыталась подать на него в суд, суд проиграла, поскольку дело даже было не в каких-то дорогих адвокатах, а там действительно не было никакого состава преступлений, Рассел Кроу, недоуменно разводя руками, говорил, ребят, подождите, мы пригласили чудесную женщину выступить. Она изумительно спела, она потрясающая рэперша, но дальше, употребив, видимо, пару каких-то горячительных напитков, перешла к прямым оскорблениям, и когда ее поддержало большое количество тоже таких очень харизматичных лидер-опиньонс, ребят, естественно, афроамериканцев, которые сказали, что да, ситуацию давно пора решать, и давно пора как бы дожать этих проклятых уродов, стало понятно, что это чирик, который, конечно же, лопнет в самый неподходящий момент и разольется этим гноем, и будут, безусловно, и побоище, и очень жестокие кровавые разборки, потому что претензий много, и они очень агрессивны, и все эти ребята, которые их предъявляют, это очень резонансные персоны, их вот, ну, достаточно большое количество, это и Джей Зи с Бейонсе, это и та же самая Азилия Бэнкс с ее миллионами фолловеров, это прекрасная рэперша молодая Карди Би, которая вместе с Джей Ло играла в сериале Стриптизерши в фильме, да, то есть у всех у них армия в 60-80 миллионов фолловеров, и они предельно корректно, некорректно, наоборот, говорят, что, ребят, у нас наступил некий час Ч, день Д и полная Ж, когда мы хотим сатисфакции. Для меня большая загадка, почему 20 лет назад белые люди не оценили масштаба трагедии, потому что я во всех таких резонансных, очень известных рэперских хитах все время слышала призывы, там, убивать, расстреливать полицейских, не подчиняться системе, расшатывать ее, там, уничтожать все, что мешает тебе проявляться в этом мире, толкать дурь, то есть все хиты 50-сента и того же самого джей-зи, это были не тексты про любовную любовь, или там не было призыва, что, йоу, камон, чувак, стань физиком-теоретиком, или банкиром, или каким-то прекрасным экономистом, нет-нет, это всегда были призывы, что будь свободен, ты сам по себе, ты вырос в бронксе, ты такой брошенный мальчик, там, мамы-проститутки, или папа-алкоголика, сражайся, выгрызай эту жизнь любыми путями, и, конечно, еще 20 лет назад было понятно, что будет фактически война, настоящая кровавая война, вот то, что мы сейчас наблюдаем. И так, и не так, потому что вот это состояние противостояния, вот эта тема расизма поддерживается определенным политическим классом, им это выгодно, они, кто-то на этом зарабатывает деньги, такие люди, как, скажем, Джесси Джексон, как Кэл Шарптон, они просто за счет этого живут. Скажем, Джесси Джексон в свое время приходит в какие-то бизнесы и говорит, что вы должны дать нашей организации денег, потому что если вы не дадите, я подниму вот своих соплеменников, и мы тут вам устроим, и бойкот объявим, и все, что хотите. То есть, и потом политики, определенные политики, просто покупают голоса этих избирателей, и поэтому и лозунги такие, что вы угнетенные, вам не дают ничего, мы вам дадим, мы вам поможем. И поэтому вот это состояние, оно поддерживается. И вообще интересная тема, институционный расизм, к сожалению, об этом сейчас говорят люди, от которых я этого не ожидал. Я позавчера слушал пресс-конференцию министра обороны Аспера, который сказал во время этой пресс-конференции, что мы все понимаем, что институционный расизм существует. Мне хочется ему, глядя в глаза, спросить, ну-ка приведи мне хоть один пример институционного расизма. Ну, хоть один. Я понимаю, у нас есть тут молодежь, медиомагнаты так называемые, ну, так они себя считают, или самопровозглашенные лидеры русскоговорящей общины из числа леворадикального отребия, которые об этом кричат. Но хоть бы один пример привели институционного расизма. Значит, что такое институционный расизм? Как мне представляется, если я не прав, поправьте меня. Это, значит, дискриминация по расовому признаку при приеме на работу, при выделении каких-то там бенефитов, при поступлении в ВУЗы. И вот если хоть один человек сможет привести мне такой пример, это будет для меня открытием. Потому что мало того, что этого не существует, существует так называемый affirmative action. И как переводит ее, эту фразу, позитивная дискриминация. Вообще, слово дискриминация не случайно там, потому что на самом деле, реализуя эту программу, происходит дискриминация в отношении остальных расовых групп. В отношении белых, в отношении азиатов. Вот это и есть дискриминация. Что это означает? Это значит, что при всех равных, а иногда и неравных, место, скажем, в муниципалитете займет, конечно, афроамериканец. При всех равных, или наоборот, даже неравных, когда, скажем, азиат или белый обладает большими знаниями и оценки у него выше, и скор у него выше, кредитов больше, примут в университет афроамериканца. Вот это и есть affirmative action. Поэтому говорить о институционном расизме, то есть, вы понимаете, окно овертона работает, то есть, если раньше говорили просто так, теперь уже официальные лица начинают признавать, что существует. При этом, хотелось бы спросить министра обороны, подожди секундочку, то есть, в твоем ведомстве существует институционный расизм, то есть, вы дискриминируете афроамериканцев, чего на самом деле нет. Вы знаете, что мой сын сейчас служит в армии, и, конечно же, этого в армии нет. На бытовом уровне пацаны могут между собой спорить, но это безотносительно расы. На бытовом уровне каждая раса как бы придерживается своих, и, ну, я не знаю, может быть, более френдли относятся к своей расе, чем к другой, но это на бытовом уровне, так уж устроено. Если уж говорить на бытовом уровне, то расовые предвзятости по отношению к белым со стороны афроамериканцев, а со стороны афроамериканцев, так сказать, тут равных нет, потому что афроамериканец, который появится в любом районе любого города, ему ничего не угрожает, но у нас есть районы, в которые белый, проезжая на автомобиле, ему не рекомендуют останавливаться, полицейские проезжают, им запрещено в некоторых районах по одному в автомобиле ездить, так что я не знаю, ну, то есть я понимаю, для чего это делается, эта расовая карта разыгрывается каждые два и каждые четыре года, демократическая партия, ее разыгрывает, такая беспроигрышная карта, такой туз в колоде, лишний, и эта система поддерживается, и почему, скажем, и потом, еще один вариант, если расовая дискриминация существует, то это исключительно благодаря либералам, ну, давайте определимся либералами, мы называем тех, кто вот сейчас, так сказать, составляет демократическую партию, к истинным либералам они не имеют ни малейшего отношения, на самом деле они крайне левые, ну, так получилось, что они украли это название и стали, и мы по привычке теперь их называем либералами, хотя левые, как мы знаем, являются злейшими врагами либерализма, злейшими врагами, то есть у левых с либерализмом ничего общего нет, напротив, но, коль скоро мы уже их привыкли так называть, будем их так называть, значит, жалуются в больших городах, в мегаполисах, ну, во всяком случае, периодически, поднимается волна вот этого протеста против расовы, против расизма, большие города, все мегаполисы, все поголовно, управляются либералами, мэры, а городской совет состоит в подавляющем большинстве из представителей демократической партии, местная полиция подчиняется, назначает на должность там комиссара полиции, руководителя, шефа полиции, назначает мэр человека, другими словами, мэр, демократ, либерал, шеф полиции, либерал, прокуроры, либералы, судьи, либералы, они отдают команды полицейским, они контролируют работу полицейских, и таким образом, если и существует расизм, то это только благодаря усилиям либералов, потому что нет таких проблем там, где во главе муниципалитетов или городов стоят республиканцы, ну нет, просто потому что так получается, вот таким образом, ну и то, что произошло в последнее время, безусловно, это трагедия, потому что, судя по этим кадрам, это смотреть непросто, это трагедия, но устраивать из этого мемориальные мероприятия на национальном уровне, это, по-моему, перебор, это перебор, из этого человека сейчас делают героя, сейчас делают икону, будут о нем рассказывать в школах, ему будут посвящены, я не знаю, переименуют улицу, может быть, названия там какие-то или еще что-то, и он предстанет в качестве героя, такой пример для подражения, но если вы посмотрите на его биографию, на его жизненный путь, который, так сказать, ну, я не знаю, хотели бы вы, чтобы этот человек стал моделью для вашего ребенка, начиная с 1998 года, там, в 1998 он сел на 10 месяцев, в 2002 на 8 месяцев, в 2004 еще на 10 месяцев, в 2005 году еще на 10 месяцев, в 2007 году сел на 5 лет, причем грабеж такой, к животу беременной женщины приставил пистолет, сказал, если ты сообщишь полицию, я тебя застрелю, вот такой герой у нас, и рыдающий мэр, такой позор еврейского народа, во время похорон, молодой, Яша, рыдает, буквально трясется в судорогах, в золотом гробу лежит этот герой, в золотом гробу, в семье собрали голливудские звезды, которые, безусловно, вместо того, чтобы собрать деньги и помочь бизнесам тех же самых афроамериканцев, чьи бизнесы были уничтожены, они собирают деньги его семье, там уже не то 18, не то 20 миллионов, по этому поводу шутки, наверное, не без основания, если бы его жена знала, что вот так закончится, и она станет богаче на несколько десятков миллионов, она, наверное, сама предприняла какие-то меры, и вот из этого делают герои, и вся нация, то есть, сначала полицейские стали вставать на колено, мы преклоняемся перед кем? Перед варварами, перед варварами на самом деле, варвары, которые уничтожают города, в которых они живут, причем обрекая на еще более сложное существование те комьюнити, интересы которых они якобы отстаивают, то есть, там в комьюнити было две аптеки, они их разворовали, разграбили, уничтожили, уничтожили, в комьюнити было там несколько магазинов, в которые они ходили покупали продукты, этих магазинов сейчас нет, то есть, дело получается, я не знаю, чего они добиваются, они добиваются, говорят, что они добиваются справедливости, человека непосредственно виновного в смерти посадили, он сидит под следствием, он арестован, сидит в тюрьме, идет следствие, прокурор там вынесет обвинения причем прокурор это один из наиболее радикальных левых исламистов кис эллисон чей сын заявил на рекорд что он полностью и всецело поддерживает антифу эту международную террористическую организацию то есть какого правосудия они еще ждут и тогда начинаешь понимать что делать не в нем делать не в этом флойде дело не в том что они добиваются правосудия дело в том что год выборов идет и это получается звенья одной и той же цепи нет такого преступления или такой подлости на которую не пойдет демократическая партия чтобы дорваться до власти вновь вот такое мое заключение если еще какие-то подробности интересует пожалуйста и почему скажем в саус-дакоте кристи нам губернатор мало не закрывала вообще этот штат не закрывала и у них показатели нормальные то есть там смерти относительно скажем нью-йорка или других городов значительно меньше и мало того жители этого штата устроили парад ее честь в знак благодарности того как она как она это сделала и они сейчас великолепно существует что же касается нашего скажем штаты и города мэр города лари лайт брейн и губернатор поцкер которые позволили грабить и уничтожать город то же самое в нью-йорке происходило да потому что этих политиков не интересует страдания тех людей чьи бизнесы были уничтожены потому что это не их избиратели их избиратели это вот это быдло вот те кто идут и грабят поэтому вот так я опять заговорился а у нас подошло время рекламный пауз как то время незаметно бежит мы сейчас делаем буквально несколько минут небольшой перерыв послушаем рекламные объявления после чего вернемся и обязательно продолжим возвращаемся в программу народная трибуна телефон студии по-прежнему 847 4005 200 и мы обязательно пообщаемся сейчас нашими радиослушателями а просто вся эта ситуация мне напомнила стихи владимира высоцкого помните новые левые мальчики бравые с красными флагами буйно оравую чем вас так манят серпы до молоты может подкурены вы да пока так она и есть обдолбанная толпа вы понимаете во время карантина у нас закрылись многие предприятия остались только так называемые big бакс магазина огромные магазины типа волмарт хом дипа будманс и в разных городах разные все остальное было закрыто но при этом в каждом штате в каждом либеральном штате диспенсеры которые дурь продают они так сказать определены как essential то есть необходимые крайне необходимые и вот траву то продавали по полной программе может быть это случайно может быть не случайно так что высоцкий был я просто я думаю что это не последняя стычка и она будет касаться очень многих вещей потому что человечество приблизилась к такому очень жесткому водоразделу то есть драться будут все драться будут крайне левые с крайне правыми белые с черными радикальные феминистки и мужчины есть даже ждет действительно череда таких достаточно серьезных суровых конфликтов и там компромисса нет потому что все стороны настроены крайне радикально нет точек соприкосновения это только вот одно из звеньев таких то что всплывает частная поверхность я смотрю по повестке дня это все будет только усугубляться то есть и расовые конфликты и межгендерные и какие угодно все это обострено и опять же не последнюю роль в этом конечно сыграла карантин когда люди просто начали сходить с ума а мародеры были всегда и всегда были люди которые в мутной воде ловят рыбу для них это шоколадная ситуация они же видят что кругом хаос почему бы не воспользоваться этим хаосом и не украсть от кого-нибудь айфон и не разбить соседу витрину для них милое дело давайте попробуем принять звонки добрый день пожалуйста в эфире а вот здравствуйте то что происходит у нас стране было ясно еще ровно 30 лет давно когда я впервые в ночь приехал когда на спят приехал в соединенные штаты и меня мои друзья устроили работать без кин роббинс домкин домов и через буквально две недели пришли молодые ребята из бейсбольными бидерами палками и угрожая хотели захватить на кассу и я так как я находился рядом с телефону мой босс крикнул мне позвони полицию по нервной лова набрал и мне первый вопрос что они задали этому оператору вот какого цвета эти ребята я сказал афроамерикан они сказали окей ждите мы и скоро прибудем через 40 минут они только прибыли и это это время они эти ребята брали все что на полках лежат открывали фризеры доставали мороженые торты прямо на наших глазах съедали их бросали на землю а эти полицию полицейские приехали а эти ребята даже не отбежать они прямо даже узнали друг друга один из позиции и а тот раз смеялся и они отпустили их а через а мы спросили что случилось почему вы их отпустили и этот полицей сказал скажите спасибо что если мы захватим они осудят нас осудят 20-20 его и моему хозяин сказали тебя они без штанов оставят потому что эти лаера они за них заступаются по всем по всей программе и вот и выписали полицию репорт скажи вот и обратите к иншурнице и иншурнице покроет твои расходы то что ты потерял так что это это не противостояние белых еще на это настоящая война демократов против нашей страны спасибо спасибо ну вот такая ситуация кстати андрей ларионов по моему приводит статистику опровергая заявление наших средств массовой информации о том что полицейские действуют в отношении афроамериканцев более жестко нежели в отношении других раз на самом деле если вы посмотрите статистику то она говорит об абсолютно обратном за последние годы за одни и те же преступления совершенные скажем афроамериканцами или белыми афроамериканцев стали меньше значительно привлекать к ответственности то ну примерно вот то о чем говорил наш радиослушатель чем белых и так что и полицейского беспредела нет но просто война развязанная против полиции была еще при при обаме если вы вспомните хорошо всего первых же моментов когда он назвал полицейского идиотом который арестовал или не арестовал задержал профессора гарварда который в том через заднюю дверь пытался войти в дом афроамериканец но естественно подошел от полицейский задал ему вопросы а тот будучи лично знакомым с президентом полез в бутылку и все иначе начался скандал в общем зато очень показательная картинка я смотрел как группа небольшая правда поэтому может так и получилась небольшая группа протестантов атаковала проезжающую машину машина сначала проехала в ней сидел довольно взрослый мужчина он очевидно подготовился на руке у него что-то такое было сдал назад вышел из машины почему эти протестующие протестовали против ну как вы понимаете против против полицейских против насилия полиции и он сдал назад он вышел из машины и одна из протестующих тут же начала кричать звони в полицию звони в полицию давайте примем звонок может еще какая-то интересная показательная история будет добрый день да пожалуйста здравствуйте дергей у меня к вам такая просьба чуть-чуть по теме не совсем так могли бы вы провести какую-то передачу лично вы может привлечение какого-нибудь адвоката если которого рекламирует а правильности правоприменения огнестрельного оружия в городской куб это очень я понимаю чем спасибо большое я понимаю о чем вы говорите у нас несмотря на то что существует вторая поправка конституции которая дает право гражданам хранить носить оружие но в каждом штате и даже в каждом фрикин деревне есть свои правила и все зависит от того насколько леворадикальным является местная власть настолько и правила леворадикальные а в графстве кук к сожалению вы не можете ну то есть я попробую сформулировать это как можно проще вы можете применить оружие не защищая свою собственность а вы можете применить оружие только в том случае если вам неминуемо грозит если что-то неминуемо угрожает вашей жизни то есть первое что вы должны сделать если на вас нападают вы должны попытаться убежать я не знаю правда куда бежать из своего собственного дома но даже находясь в собственном доме вы должны попытаться убежать и вот если у эта попытка не удалась и вам непосредственно вашей жизни угрожает опасность только в этом случае вы можете применить оружие в общем несмотря на то что конституция нам дает такое право местные власти пытаются наш нас этих прав лишить полиция как вы видите нас не защищает полиция действует соответствии с командой которые отдают политики местные не потому что полицейские все трусливые или все подонки нет потому что полиция действует соответствии с приказом приказа они получают от своего начальства начальство получает приказ от местного мэра поэтому рассчитывать на защиту полиции вы не можете но к сожалению нас лишают права вот такое лево радикальное требе лишает нас права защищать себя и свою семью в других штатах есть другие законы там stay your ground например ты не должен никуда бежать если на тебе если тебя атакует ты можешь защищаться с помощью с помощью огнестрельного оружия или если кто-то вламывается в твой дом ты можешь стрелять но в кук каунте это особый случай это особый случай я считаю на самом деле что вот поздно пить боржоми когда почки отвалились потому что было совершенно характерно еще в 1953 году что ребята афроамериканцы они очень темпераментные любвеобильные и даже моя роскошная любимейшая джаз фанк сол богиня нина симон она была шестым ребенком в семье из восьми человек то есть ребята занимаются любовью и воспроизводством у них по 8 по 12 детей сможет ли белое население конкурировать с этими ребятами конечно же нет и встанет очень жесткий вопрос он встанет ребром без всяких яких кто кто хозяин территории и конечно никакой толерантности здесь уже не будет потому что уж коль скоро в пятидесятых это все началось такой жесточайшей форме но тогда вот для меня это было принципиально образчиками там борьбы за свои права были мартин лютер кинг интеллигентнейший образованнейший человек да или та же сам опять же не на симон барышня которая с трех лет играла безупречно на рояле и в 12 лет я считаю что это героический поступок когда ребенок встал в полный рост и сказал играя свой концерт что не надо мою маму и папу пересаживать с первого ряда на второй да потому что пришли какие-то белые люди это для 12 лет не девочки был поступок это был 53 год это было не на симон а когда действительно в это вклиниваются маргинальные ребята и пытаются использовать ситуацию во благо себе и политики разыгрывают свою карту это конечно все уже выглядит совершенно по-другому и пахнет отвратительно но никуда от этого не деться опять же потому что количественный состав нации безусловно меняется это очевидно знаете что когда джонсон линдон джонсон объявил программу борьбы с бедностью на которой было потрачено уже больше 20 триллионов долларов на бедность как выясняется мы так и не победили а 20 там более 20 триллионов долларов потратили но зато мы воспитали целые поколения людей для которых образовался но вернее для которых образ жизни когда они не работают но рассчитывают на жильям абсолютно и вы понимаете что происходит в некоторых районах определенные группы но не все есть мы знаем что достаточно много афроамериканцев которые успешны которые работают так или иначе но есть целое поколение людей которые начиная там с середины 60 60 годов живут за счет того что они рожают детей скажем 15-летняя девочка рожает ребенка передает его фостер керк своей маме который получает за этого ребенка тысячу долларов ну плюс там всякие разные бенефиты и на самом деле они с этих денег живут чем больше она рожает тем больше они будут получать денег а дети эти без присмотра без призора воспитываются на улице поэтому почему потом мы начинаем удивляться от почему такая так много черных сидит в тюрьме потому что расовая дискриминация или потому что они все-таки больше нарушают закон потому что вот такая обстановка потому что нет нормальной семьи нет нормального воспитания потому что детей рожают для того чтобы жить на эти деньги которые получают от правительства и правительства и политики которые представляют демократическую партию создают для этого все условия не выгодно создать нормальную семью идти работать не зачем когда можно нарожать наслаждаясь жизнью нарожать детей и жить за счет этих детей получая деньги налогоплательщиков и это одна из проблем о которой почему-то не принято говорить это не политкорректно об этом нельзя говорить но это факт это реалии а потом люди страдающие ненавистью к своей собственной расе будут извиняться становиться на колени плакать и говорить да мы действительно мы виноваты потому что вот они их предки были рабами долги по моему глубокому убеждению ведь тогда когда красную дискриминацию формально отменили 25 процентов детей в афроамериканских у афроамериканцев рожалось вне брака вне брака рожали 25 на сегодняшний день почти 80 процентов детей афроамериканцев рождены вне брака это вот то о чем я говорю они рожают они передают они получают деньги за счет этих денег живут и это стимулируется потому что это люди которые это целый блок 13-14 процентов населения которые дружно голосуют за демократическую партию давайте попробуем еще принять звонки добрый день добрый день господа дамы господа знаете это настолько тема больная что мы будем она в этом будет еще очень долго но последний что происходит чикаго это вообще это наша мэрша это пугало с огорода вы знаете что ее охраняет 300 полицейских это кстати слышал себе вчера на влс я слышал вчера на 560 это дали зеленый свет грабить магазины в гонтауне и в то же самое время сегодня статья чикаго трибун бридж 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 там где живут белый фэмли это такая ставишь айриш комьюнити да и там ребята вышли с бейсбольными палками и как чикаго трибун написывает это что вот они были с бейсбольными палками а одного было тише написано all lives matter это же это же возмутимо понимаете и тоже конечно это мэрша выступила что она не так дозволит и не допустит чтобы защищаться на улицах с бейсбольными палками это против ну а куда уже дальше идти то есть опять зеленый зеленый свет грабьте убиваете уничтожаете я мэр я вам все разрешаю вот до чего до чего мы дошли до чего мы до этого вот совершенно верно и она сказала в случае если вам угрожает опасность вы не можете применять оружие все что вы можете сделать это позвонить в 911 ждать когда приедет полиция при этом полиция 300 человек охраняет ее задницу да да представляете кого охранять чего я охранять кому она нужна но все мы конечно в таком это это болезнь которая к сожалению будет длиться очень долго и спать молодежь покупается это спасибо господа спасибо то есть понятно с афроамериканцами ну понятно чего они добиваются почему нет но если есть возможность почему нет почему страшно что вот это внушается вот это чувство вины внушается начиная с начальных классов школы и поэтому скажем вчера в баффало гроф насколько я знаю я видел фотографию просто это довольно мирно все прошло бизнес иди без без эксцессов но это белые потому что здесь мало афроамериканцев которые живут в этом районе но если живут это нормальные афроамериканцы которые работают которые не не занимаются грабежами не торгуют наркотой то есть это нормальные обычные американцы а это сидела такая толпа четырехтысячная белых в основном молодых которые припали на колено в знак вины бред это как евреи которые себя ненавидят и у них чувство вины за то что они евреи так вот и эти американцы у них чувство вины за то что они родились белыми кошка не встает на колени перед собакой за то что она родилась кошкой собака не встает на колени перед волком за то что он не родился волком за то что она не родилась волком а эти дебилы встают на колени потому что они родились белыми но застрелитесь возьмите рогатки и застрелитесь на хрен о ссоре вот такая ситуация это все начинает прививать с самого детства в школах, в начальных классах. Чувство вины. У вас вайт привилыч. Фух. Давайте успеем еще до перерыва один звонок принять. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Сергей Александрович, спасибо большое за вашу программу. Я обычно очень-очень сильно с вами согласна. Поверьте мне, я не демократ. Даже близко этого нет. Но почему вы не рассматриваете вопрос с другой стороны? Хорошо, все это очень правильно, что вы говорили о его биографии. Но дело в том, что почему вы не говорите про этого полица, который сделал такое, что это непостижимо. Почему вы не говорите его сторону обвинения? Почему? Не только вы. Почему люди не звонят и не говорят сразу политические моменты? Это было потом уже. Значит, все, Анечка, я все понял. Что касается этого полица, я сказал, что он находится в тюрьме, и что он находится под следствием, и что будет суд. Что вы хотите? Или вы хотите разорвать его на куски? И потом, если уже откровенно, то этот полицейский применял приемы, которые допускаются в этом штате. Уж если на то пошло. И при этом я не пытаюсь его оправдать. У него были раньше, говорят, грешки. Ну, опять же, где же те демократы, которые управляют этим? Где этот фрикен мэйр, в подчинении которого работает этот полицейский? Их это устраивало до сих пор? Где шеф полиции, которого назначает мэр города, Миннеаполис? Их это устраивало до сих пор? Все было нормально? Все здорово? Так что этот полицейский получит по заслугам. Но объясните мне, А кто получит по заслугам за то, что четверо афроамериканцев, один отставной капитан полиции, который 38 лет отслужил, был застрелен за то, что попытался остановить эту толпу грабителей? Кто за это ответит? Никто? Похоже, что никто. А кто ответит за других офицеров афроамериканцев? Один из них в коме, находится в больнице, двое мертвые. Этих вам не жалко? Вам этого ублюдка жалко? Конечно, он не заслуживает умереть от чьей бы то ни было руки. Но судя по тому, как показывает вскрытие, он бы прожил еще недолго. Люди, которые дурь такую, глотают такими дозами, долго не живут. Тем более, как выяснилось, он еще и болел коронавирусом, у него был инфицирован. Так что, безусловно, смерть любого человека, негодяя даже, трагедия. Потому что, если это не приговор суда и так далее, это самосуд. Но из него теперь сделали герои, его семья теперь будет вести жалкую жизнь миллионеров. А вот как тех, которых убили полицейские, как насчет этих людей? Окей, мы сделаем небольшой перерыв, буквально несколько минут, после чего вернемся и продолжим. Обязательно примем ваши звонки. Возвращаемся в программу «Народная трибуна». Со мной сегодня Инна Сергеевна. И меня сейчас опять начнут бить палками за то, что я не даю вам слова, прежде чем дать вам слово буквально, буквально вот чуть-чуть. А наряду вот со всеми этими неприятностями, со всем этим безумием, с этой попыткой уничтожить экономику, собственно, об этом либералы говорили давно, они молились, пусть экономика рухнет, но лишь бы избавиться от этого оранжевого чуда в Белом доме. Они не скрывали этого. И, по-моему, вот и карантин в таком виде, в каком он был сделан, и вот эти погромы устроенные, это как раз тот день, когда должны были открываться бизнесы, но, по сути дела, все малые бизнесы, ну, не все, а значительную часть разрушили. Какая-то часть не сможет вернуться, просто не пережила вот этих месяцев безделья. А какая-то часть не сможет вернуться, потому что их разгромили. Вот, в частности, был пример, когда пожарный всю жизнь работал пожарным, копил-копил деньги, реализовал, в конце концов, свою мечту, построил спортивный бар. Сначала его закрыли, потому что карантин, а потом, когда карантин должен был закончиться, и бар должны были открыть, эти ублюдки сожгли его бар до тла. Вот так. Мечта человека просто рухнула. Все. Под корень. Так вот, несмотря на все эти попытки и старания демократов разрушить экономику с одной единственной целью, сегодня вышли данные о безработице, и вопреки предсказаниям этих фрикин экспертов, которые предсказывали, что за май месяц мы потеряем 8 миллионов рабочих мест, так вот за май месяц мы добавили к экономике 2, более 2,5 миллионов рабочих мест. Сегодня маркет пошел вверх 1000 поинтов. Так что, паласи, которая реализует Трамп, оно работает. И накануне этого саботажа демократического экономика была просто процветающая, такого не знала страна за всю историю. Я думаю, что и после того, как это безумие закончится, вопреки усилиям тех же демократов, наш штат по-прежнему закрыт, потому что у нас поцкер, такой, для него главное попытаться как можно больше пакости сделать Трампу. Не дай бог, он будет выглядеть хорошо перед выборами. Ему наплевать на людей, ему наплевать на бизнес, ему наплевать на все. И таких немало. Так вот, вопреки их усилиям, я думаю, что экономика восстановится, Трамп будет переизбран на второй срок, и тогда его не будет связывать вот эта вот предвыборная кампания, вот эта вот, когда нужно угождать, когда официальные лица начинают признавать якобы существующий институционный расизм, которого в помине нет. Я думаю, что многие, ну, какие-то реформы значительные будут проведены, и страна вновь вернется в свое нормальное состояние. Инна Сергеевна, вам слово, потому что меня иначе побьют. Нет, я удивляюсь вашему неизменному оптимизму, и это очень здорово, я бы была менее оптимистична, потому что я, наоборот, вижу, что в обществе, это не только Америке касается, это вообще касается всего мира. Настолько очевиден жесточайший раскол, и люди готовы теперь уже рвать друг друга по поводу и без повода. Это касается всего, чего угодно. И цвета кожи в том числе, в маске ты или без маски, признаешь ты опасность ковида или не признаешь. У меня недавно врача-эпидемиолога чуть не разорвали, это мой старый друг, который попытался написать пару выкладок о COVID-19 и о том, что карантин в том виде, в котором он был сделан, он чудовищно опасен, он действительно разрушил людям не просто психику, он уничтожил тотально их иммунную систему. И когда он с медицинской терминологией написал блестящий, совершенно безэмоциональный текст, вышли какие-то оголчелые люди. То есть вообще COVID-19 это теперь такая новая религия. Его начали рвать в куски, и я увидела, как за два месяца в людях выросла агрессия. Им совершенно все равно, по какому поводу уничтожать друг друга. То есть был ли это чудовищный случай с убийством этого несчастного афроамериканца, будет еще какой-то случай с каким-то харассментом. То есть это будет война стенка на стенку. Любое малейшее различие это теперь спичка, которая брошена на бензоколонку. Я думаю, что нас впереди ждет достаточно суровое время. Люди будут действительно делиться на лагеря бескомпромиссные и просто волтузиться до кровищи друг с другом. Вот это немного пугает, потому что именно вот такая оголтелость совершенно полная. И чудовищная агрессия, накопившаяся искусственно за много-много месяцев. Я уверена, что здесь есть, ну не то, что там рука мохнатая тайного мирового правительства. Но то, что определенные политики сыграли на этом, конечно, обогатились и будут разыгрывать эту карту в том числе и перед выборами, это тоже совершенно очевидно. Потому что люди, переполненные такими эмоциями, будут принимать совершенно точно неверные решения. А когда они очухаются и придут в себя, уже будет поздно в ноябре. Особенно, когда людьми руководит и управляет страх. А кампания по запугиванию населения была беспрецедентной. просто жуткой. И нормальные люди, я знаю нормальных людей, которые все понимают, все видят, но поддались этому страху и, будучи владельцами бизнесов, выступали против отмены карантина или хотя бы частичного открытия бизнесов. Потому что у них в душе был истин, искренний страх. Управлять такой толпой очень легко. Под эту лавочку во имя спасения можно преподнести любое. Я тогда сказал, что никто никогда не мог подумать, и сейчас еще удивляются, как могла самая культурная, самая образованная нация в Европе в один момент превратиться в нацию убийцы, человека-ненавистников. Мы говорим, я сейчас говорю про немцев. В один момент. Нация, которая дала столько гениальных имен миру. Потому что толпа становится манипулятивной. Запугать ее, и все, и делай с ней, что хочешь. Когда говорят, что в Америке не может этого, в Америке может быть все, что угодно. Мы такие же люди все. Мы так же поддаемся и страху, и чему угодно. Нам и так же легко манипулировать. Во-первых, это всегда инстинкт, это же не зависит даже от уровня образования. Когда люди услышали о некой незнакомой болезни, когда у тебя нет информации, и ты не эпидемиолог, ты фактически не врач, и ты в некой растерянности, ты ждешь какой-то информации от федеральных телеканалов, и тебе дают весьма противоречивые данные, периодически пугают тебя тем, что пока нет вакцины, вообще не следует никуда, не надо не выходить, не дышать, не летать, нужно желательно закрыть окна, забаррикадироваться и сидеть, ждать разносчика пиццы. Конечно, нарастает вот это вот дремучее, абсолютно первобытное ощущение дикого страха, и он всегда играет с человеком в злую шутку, потому что это как ребенок, который в каждой тени видит какое-то чудовище, так и человек, вполне себе рациональный, образованный, может практически за два месяца сойти с ума, чего добились средства массовой информации элементарно. Абсолютно. Вы знаете, меня поразило, я брал небольшой отпуск к нам на три дня, мы ездили на рыбалку в соседний штат Вискрансен, и я... Там совершенно другая обстановка была, но это, конечно, не Милвоке, не большой город, а там, где мы были, это небольшой город, Гринбэй называется, хотя команда бейсбольная, там знаменитая. так вот, я когда оттуда приехал, несколько раз уже себя поймал на том, мне нужно зайти в магазин, и я забываю про маску, у нас положение такое, ты без маски не можешь зайти в магазин, я всякий раз, когда я куда-то приезжаю, или в аптеку зайти, или в магазин, я вынужден с полпути возвращаться, увидев людей в масках, а там они ходят без масок, и ничего, и у них нет всплеска этого, да, еще, кстати, по поводу карантина интересно, мэр Деблазио грозил посадить в тюрьму евреев, которые пришли хоронить, раввина, который умер, ну, то есть, такой человек не последний в общине, в своей, раввин все-таки пользуется уважением, и каждый из общины старался как-то последнюю дань отдать, так он им пригрозил, что если нечто подобное я буду сажать в тюрьму, это было буквально за пару недель, за три недели до того, как начали происходить протесты, а вот интересно, а протесты не соблюдалось, ни социальная дистанция, никто там, так сказать, за этим не следил, многие были без масок, то есть, карантин в одночасье утратил свой смысл, ну, просто в одночасье, вдруг раз, его нет, никаких проблем, если вы пойдете купаться, сказал мэр, я заставлю полицейских вытащить вас из воды, на Мемориал Дэй, на праздник, была шикарная погода, Нью-Йорк стоит на берегу, и он сказал так, если вы пойдете в воду, значит, полицейские будут вас вытаскивать из воды, и тут через пару, через неделю, все нормально, оказывается, никаких проблем нет, и они поддерживают выступление, все вот эти, мэры, губернаторы, которые запугивали нас, которые нам говорили, что нас начнут наказывать, если мы вдруг что-то, которые бросали в тюрьму, женщину, которая открыла свой салон парикмахерской, на 7 суток ей тюрьмы дали, и 7 тысяч штраф, вот за то, что она открыла свой салон, потому что у нее двое детей, их нужно кормить, ее в тюрьму бросили, а здесь они вдруг решили, ну как же, люди протестуют, это святое дело, все нормально, карантин отменить, ковид отменить, ничего нет, пожалуйста, и сами присоединяются, встают на колено, в знак солидарности, вообще это мерзкая сцена, когда бойцы 101-й авиационной дивизии встают на колено, самый могучий, самый сильный армии в мире встают на колени по требованию одной расовой группы, это удивительно, это удивительно, когда тысячи белых людей в едином порыве встают на колени, посыпают голову пеплом, за какую вину, вы были рабовладельцами, или ваши предки были рабовладельцами, особенно те, которые приехали, откуда-то, черт знает откуда, у них, видите ли, чувство вины, что когда-то кто-то, да, кстати сказать, я думаю, что те, у кого предки были рабовладельцами, они вполне себя нормально чувствуют, потому что, когда рабство отменили, когда отменили дискриминацию на государственном уровне, эти люди, у них был другой заряд, они стремились создавать семьи, они стремились вырваться из нищеты, а те, которые вот сейчас живут в нищете, это похоже на 80% те, которые сюда приехали, там, скажем, 70 тысяч сомалийцев в Миннесоте, ну, то есть, я не знаю, я не знаю, какое чувство вины они испытывают, перед кем и за что, я не провинился ничем, ни перед одним черным, вот, честное слово, ни мои родители, ни мои деды, ни мои прадеды не были рабовладельцами, не были, и те, кто требует сегодня репарации, ни они, ни их родители, ни их детки и бабки не были рабами, а они требуют репарации, за что выступают они, так, меня опять побьют палками, если я сейчас не заткнусь и не дам вам слова. Нет, я просто считаю, что действительно такой нарыв, который назревал настолько долго, что никакого уже мирного решения в природе не существует, потому что я еще об этом задумалась в 2000-х годах, когда набирала обороты такое рэп-движение, во-первых, это, конечно, смешение разных этнических культур, и у каждого своя стилистика, и у каждого свои традиции, и у каждого свои преференции, то есть, если там условно мы берем динамический самый распространенный стереотип, то мальчик из хорошей еврейской семьи, например, якобы должен играть на скрипке, и он такой хороший, правильный математик, мальчик из ямайской семьи, если он приезжал в 70-х годах в Бронкс, он чем занимался? Это диджей был свободолюбивый, который занимался любовью, писал музыку, толкал дурь, конечно же, это такой неминуемый пролонгированный конфликт, потому что якобы вот эти вот свободные ребята, пропагандирующие даже в своих песнях некое такое тотальное неповиновение, что мы вне системы, что да, мы не хотим, да, у нас фри лав, да, вот мы такие красивые, расписные, ритмичные, сексуальные, яркие, дерзкие, а как вписываться в парадигму остального социума, где вообще-то люди получают образование, работают и выстраивают свою жизнь немного иначе, это же еще конфликт двух мировоззрений, это же два непересекающихся тоннеля реальности, то есть одни ребята получают высшее образование и говорят, что да, в этом мире придется много учиться, много трудиться, много работать для того, чтобы себя обеспечить, а второе, как бы, ну, не в противовес некое, там, движение, а мы хотим, ну, некой такой мифической свободы, здесь еще и шоу-бизнес под Кузьмилу достаточно серьезно, потому что, вот мы рандомно можем взять любой текст, любого самого популярного рэпера, вот мы сегодня смеялись с Юлей, взяли там, хит 50 цента, 9 выстрелов у него, там, 9 shots, и он поет, как убили супругу, которая торговала дурью, потом стреляли мне в ногу, я тоже толкал дурь, но это мое призвание, и пошли вы все на, и дальше идет там матерная частушка, то есть, ну, человек получал все мыслимые, немыслимые награды, это же все педалировалось, это же все масштабировалось, это же все преподносилось на MTV Awards, как, посмотрите, какой у нас красивый, классный, какая ролл модел, то есть, его слушали миллионы других подростков, афроамериканцев, которые говорили, йоу, это наш герой, красивый сексуальный парень, который со сцены весь в золоте, читает, он успешен, у него многомиллионные контракты, он дает концерты во всех крупных городах, зачем мне идти учиться в какой-то университет, если я могу быть клевым парнем, и тоже читать рэп про то, как толкать дурь, вот с этого все началось, потому что захват внимания всегда осуществляет те, кто снимает клипы, снимает фильмы, пишет книжки, на чем растут подростки, на назиданиях своих родителей, но, конечно же, нет, и эта война была проиграна с самого начала, теперь я не вижу, правда, никакого мирного исхода, к сожалению, это будет такая достаточно свирепая война, которая обязательно воспользуется политические силы себе в угоду. Вы знаете, некий тренд влево, он всегда был, есть и будет, мировой тренд такой, это не только в Америке происходит, в Европе, по-моему, еще больше, что касается, вот таких всплесков, они тоже бывали, и в истории Америки таких всплесков было предостаточно, и рост преступности был, но, вот, скажем, ярким примером служит мэр Джулиани, с которым я не всегда согласен, так сказать, в последнее время его деятельность активная очень, не знаю, но на посту мэра Нью-Йорка, после того, как он стал мэром, и Нью-Йорк утопал в преступности, человек навел порядок, абсолютно, буквально, навел порядок, своими программами, он начал жестко бороться, там, скажем, перекрыли мост, люди вышли, по какому-то поводу, я сейчас уже не помню по какому, он сказал так, через два часа не освободите, все до одного будете арестованы, прошло два часа, с двух сторон подогнали машины, всех до одного в кутузку, он начал бороться с преступностью, Нью-Йорк стал безопасным городом, но то, что происходит сейчас, при этом дебили де блазио, это же просто уму непостижимо, ну, и попса, безусловно, вы абсолютно правы, модель, это такая, то, что, действительно, с них берут пример, сейчас у них появится еще один пример, Джордж, Фройд, Фрейд, забыл фамилию, новый герой, что о нем будут рассказывать в школах, что, что, что он там пять раз сидел в тюрьме, что у него, там, жена, непонятно, не жена, что он видел ее там раз в несколько месяцев, или раз в году, что о нем будут рассказывать, но о нем будут рассказывать, как о герое, еще один пример для подражания, так что у попса система образования, средства массовой информации, Голливуд, Голливуд всегда страдал левизной, буквально левизной, натурально, я помню, отец Шона Пена, тоже профсоюзный босс был, профсоюзный деятель, он вплоть до того момента, как Германия напала на Советский Союз, он пел осану немцев, он пел осану Гитлером на митингах, вот после того, как Германия напала на Советский Союз, он тогда заткнулся, ну а сейчас сынок его такой же, ездил в Венесуэлу, вы помните, целовался с этим Сугачавесом покойным, и говорил, что вот пример, действительно, вот по этому пути мы должны идти, да, поезжай, живи, давайте все-таки прием звонки меня, иначе и наши желающие высказаться побьют, приглушите радиоприемник, слушаем вас. Вы знаете, у меня такое мнение, что во многом мы сами виноваты, мы как родители, вот возьмите, кто участвовал, очень много Баффало Гроуф и Стивенсон, в Дирфилде, с благополучных семей дети, а в семье они никогда ничего не слышат, и с их мнением никто не борется, и даже я была в таких семьях, когда я начинала оспаривать, говорить, что было при коммунизме, мне говорили, на эту тему мы разговаривать не будем, ссориться здесь мне не хотим, вместо того, чтобы учить наших детей, влиять на них, мы относимся вот таким образом. Все, спасибо. Спасибо за ваш звонок, действительно такая проблема существует, в отличие, скажем, от старшего сына, я смотрю моему младшему, потихоньку начинают промывать мозги в школе, я вынужден просто с ним беседовать, я вижу, что он это неохотно делает, он пока вынужден подчиняться, но я стараюсь не давить сильно, но как-то пытаюсь объяснить ситуацию, во всяком случае, на мой вопрос, как ты относишься к тому, что происходит, он искренне ответил, that's horrible. А сколько ему лет? 12, и это вселяет некую надежду, потому что порой от него слышат такие вещи, но я понимаю, откуда ноги растут, когда приходят из школы. Да, слушаем вас. Алло, добрый день. Добрый. Вы знаете, я в среду смотрел программу «Надожде» нарастную, и там выступил от Чикаго, связались с Чикаго, Игорь Голубчик, предприниматель, бизнесмен, и вы не представляете, как он хаял нашу систему, как он хаял Трампа, что у нас здесь творится, что у нас здесь апартеид в полном смысле. Как можно с этим бизнесменом иметь дело нашим людям в Чикаго? Это просто страшно. Если вы просмотрите то интервью, которое он давал на радио, то есть по телевидению, это было просто страшно слушать, что у нас расизм страшнейший, что 90% белых – это расисты. Как можно такого урода слушать? Вот вы представляете, что он мог говорить? Спасибо за ваш звонок. Да, это у нас вот, называет себя медиамагнатом, когда-то тоже имел программу на радио пару часов в день, но, наверное, потому что он придерживается таких взглядов, так поэтому быстренько и свернулся. Радио закрылось, теперь он в интернете вещает. В эфире его больше нет. Талантливый, талантливый продавец, сумеет продавать рекламу, совершенно лево-радикальных взглядов придерживается. Такой прохиндей. Молодец, что я могу сказать. Добрый день, пожалуйста, в эфире. А, здравствуйте, я вопрос хотела задать. Пожалуйста. По поводу противостояния, вот то, что мы наблюдаем, дело в том, что мне интересно, демократы, они, в общем, если проиграют, то потеряют все. А мне кажется, что когда люди, людям есть что терять, они будут бороться до последнего. То есть я вот не понимаю, каковы шансы у республиканцев в этой ситуации. Мне кажется, что когда люди, ну, демократы могут столько потерять, я думаю, что они как-то не отдадут. Ваша мысль понятна, спасибо. Спасибо большое. Вот, Инна Сергеевна, вы скажите свое мнение, я скажу свое мнение по этому поводу. Ну, я так понял, вы несколько менее оптимистичны в отношении победы республиканцев, у меня больше оптимистов. Я просто вижу, как вдруг после ковида Байден начал набирать очки резко, такого не было еще два месяца назад, поэтому я бы теперь поистереглась сильно с прогнозами. Ну, если вы помните, в 2016 году 90% или 93% так сказать, отдавали предпочтение Хиллари Клинтон, все специалисты, эксперты высказывались, опросы показывали, все уже, все. Именно поэтому я бы не стал так доверять. Во-первых, мы давно знаем, что опросы общественного мнения это не попытка выяснить или определить общественное мнение, сколько попытка повлиять на общественное мнение. Все в этом, да. Кто заказывает ужин, тот девушку и танцует. Вот, поэтому я бы не стал полностью доверять опросам общественного мнения. А второе, вы знаете, по-моему, все-таки, несмотря на то, что часть, значительная часть американского населения, вот яркий пример тому, голубчик, который учился в колледже, которого привезли сюда, по-моему, лет в 16, с промытыми мозгами, часть населения с промытыми мозгами, но все-таки основная часть населения, которые могут видеть через эту ложь, которая на них льется 24 часа в сутки, 7 дней в неделю с экрана в телевидении. Я думаю, они понимают, что происходит и зачем, и почему. И потом, они почувствовали вкус, люди почувствовали, что страна вновь обретает силу, вновь обретает свое изначальное значение. Безработица была самой низкой за всю историю Соединенных Штатов Америки, причем во всех расовых и классовых группах. Впервые за многие десятилетия зарплата самых низкооплачиваемых начала расти, может, там, по 3%, он хоть как-то расти, а то же десятилетиями стояло на месте, при том, что уровень жизни, благодаря, спасибо политикам, налоги растут, стоимость жизни растет, а зарплата никуда не движется. Народ себя почувствовал, и, наверное, все-таки большинство понимает, то, что происходит, это происходит не случайно, происходит по одной единственной причине, потому что это год выборов, и уж у демократов действительно последний шанс. Так что у меня в этом смысле остается надежда. Я думаю, что Трамп выиграет второй срок, я думаю, что он проведет реформы, причем серьезные реформы, пора уже что-то менять в этой жизни. И мои слушатели, я думаю, разделяют мой оптимизм. Инна Сергеевна, вам огромное спасибо, вы там себя берегите, осторожнее, несмотря на то, что у вас, мне кажется, более-более такая накаленная обстановка, у нас-то еще царь-батюшка Печенегов победил, и ладно, а вот я бы за вас беспокоилась, потому что действительно, дай бог, чтобы все разрешилось как-то максимально комфортно, я за мир в любом случае, потому что у меня огромное количество друзей было, я никогда не делила народ на расы, я вот не думала, что мы будем жить в эпоху такого страшного водораздела, и чтобы действительно столько мировоззренческих прикословий, в этом есть какой-то трагизм нынешнего времени, к сожалению. Всего вам самого-самого наилучшего, и до встречи в следующий раз. Благодарю.